Три простых способа для достижения прогресса 14 января 1993 года Добрый вечер! Я приветствую вас от всего сердца. Замечательно снова быть с вами в четверг, в этот прекрасный вечер. Есть три простых способа, с помощью которых можно просто достичь прогресса. Духовная работа должна быть очень простой, она не должна быть сложной. Она должна соответствовать вашей природе, она не должна быть чуждой для вас. Эти правила мудрецы передавали по наследству с незапамятных времен. Они являются частью линии передачи мудрецов. Если вы будете придерживаться этих правил, то очень быстро увидите духовный прогресс. Но идея состоит в том, что вы должны практиковать эти вещи. Правда, окончательная истина заключается в том, что нет никакой практики. Но нечего делать только в конечном итоге. А где же находимся мы? Вы должны быть очень честны с самими собой. Вы должны понять, где вы находитесь, что вы делаете и что с вами происходит. Вы не можете дурачить себя слишком долго. Ибо если вы пытаетесь обманывать себя, то весь мир рухнет прямо на вас. Как говорил наш друг Уильям Шекспир, «Будь верен себе, и тогда столь же верно, как ночь сменяет день, последуй за этим верность другим людям». Итак, первое правило. Приходите на сатсанг всегда, когда вы только можете. Причина этому такова. То, что вы ставите на первое место в вашей жизни, определяет то, что происходит с вами. В этом есть смысл. Ибо ваше сердце находится там, где находится ваш ум. Поэтому, чем бы вы ни были заняты у себя дома, думайте о сатсанге. Вы должны думать, что вы всегда находитесь на сатсанге. Дышите сатсангом. Вы должны делать это даже тогда, когда не находитесь здесь. Почувствуйте, что весь мир – это сатсанг. А все люди – это преданные. Это же касается животных, деревьев и гор. И все это полно жизни, яркой жизни. Если вы смотрите на все, как на живое, наполненное любовью, блаженством и радостью, то вы сможете почувствовать, что вы – это источник всего. Иными словами, нет никакой разницы между вами и деревьями в лесу, или цветами на полях, или горами, или животными, или какими-то человеческими существами. Нет никакой разницы между просветленным человеком и невежественным человеком. Разница есть лишь в вашем собственном уме. В глазах Бога каждый человек есть Бог. В глазах так называемого невежественного человека все люди невежественны. Когда вы приходите на сатсанг, то даже не прислушивайтесь к словам. Все, что вам нужно делать, это просто быть здесь, или на любом другом сатсанге, по вашему выбору. Не слишком правильно все время бегать в поисковую гуру или ходить по разным учителям, ибо от этого вы приходите в полное замешательство. Это разумное правило, потому что каждый учитель имеет свой собственный метод, свой собственный способ обучения. Если вы где-то найдете настоящего мудреца, то кем бы ни был этот мудрец, останьтесь с ним или с ней, и попытайтесь пребывать в покое. Перестаньте все время искать новые учения или просить мудреца объяснить их вам. Просто будьте премудрецы и будьте в покое. Конечно, вы должны быть уверены, что вы идете к мудрецу. У мудреца нет никаких новых откровений. Другими словами, если вы приходите к учителю, и учитель утверждает, что он мудрец, если он говорит вам, что у него или у нее было откровение, которое заключается в том, что если вы снимете одежду, встанете на голову и будете читать веды, перевернутые вверх тормашками, то вы станете просветленными, будьте осторожны с этим человеком. Ученики смеются. Нет никаких новых откровений. Ничто не ново под луной. Духовная жизнь очень проста, и она передавалась из поколения в поколение. И даже те, кто имеет собственные переживания, идут по этой линии передач. Будьте очень осторожны. Помните, что в наши дни гуру больше, чем учеников. Откройте свое сердце, будьте верны себе, и вы будете знать, куда вам идти и что делать. Все ответы, которые вы ищете, находятся внутри вас. На самом деле, для того, чтобы получить ответы, вам не нужно искать учителя. Вы идете к учителю за милостью, а не за ответами. Милость мудреца всегда течет в безмолвии. И если вы настроены на эту милость, то вы пробудетесь. Вот так просто. Вы можете быть грешником. Вы можете быть любым человеком. Но если вы верны себе, то истинное «я», которым вы на самом деле являетесь, приведет вас к правильному мудрецу, к правильному учителю. Оно сделает так, что вы пробудетесь. Это означает, что вы должны быть скромными, смиренными и милосердными. А ваш ум должен пребывать в покое. И тогда вы будете знать, что делать. Все это сатсанг. Вы это сатсанг. На самом деле, нет никакой разницы между вами и мной. Все то же самое. Чистая, замечательная, блаженная, абсолютная реальность, нирвана, чистое осознавание. Вот как все сейчас обстоит. Ни завтра, ни на следующей неделе, но именно в этот момент. Если вы снова, снова и снова продолжаете приходить на сатсанг, то с вами начинает что-то происходить, пусть медленно, но верно. Вы очищаетесь. Вы становитесь достаточно чистыми для того, чтобы получить милость, и вы становитесь свободными. Вот почему я подчеркиваю, что важно в течение дня ловить себя и смотреть, из чего вы на самом деле исходите, что вы в действительности делаете, как вы реагируете на вещи, как вы смотрите на жизнь. Вы должны продолжать ловить себя и помнить, что вы находитесь на сатсанге. Куда бы вы ни шли, вы берете сатсанг с собой. Следовательно, когда я говорю «Будьте на сатсанге», это означает, что вы должны всегда держать сатсанг в своем уме. Если вы не держите сатсанг в уме, то этому нет никакого оправдания. Если где бы вы ни были, вы держите сатсанг в своем уме, то вам даже не обязательно всегда физически присутствовать здесь. Это то же самое. Итак, еще раз. Первое правило заключается в том, чтобы всегда приходить на сатсанг. Вы можете делать это физически, а можете во время работы представлять себе, что все ваши сотрудники это участники сатсанга. Как бы это ни было трудно для некоторых из вас. Злых людей не существует. Не нужно видеть зло, где бы то ни было. Я знаю, что некоторые из вас могут сказать, а как насчет того, что я прочитал в газете? Как насчет того, что люди повсюду убивают людей? Для кого все это? Разве это для вас? И это не ваш мир? Я знаю, что для тех, кто пришел сюда в первый раз, это звучит достаточно странно. Вы вовлечены в этот мир, и вдруг я говорю вам, что это не ваш мир. Если вы идете высоким духовным путем, то это не ваш мир. Мир насилия, мир, где, так сказать, собаки грызутся между собой, а люди бесчеловечны по отношению друг к другу. Вы не принадлежите этому миру. Вы принадлежите миру полной свободы, абсолютной радости, миру, в котором царят блаженство, чистая любовь и ничем не омраченное счастье. Этому миру вы и принадлежите. Разве вы не видите этого? Что вы видите, тем вы и становитесь. Итак, еще раз. Первое правило. Быть на сатсанге. Второе правило. Нужно сидеть в тишине в указанное вам мудрецом время. И это важно. Потому что это время, когда вы настраиваетесь на милость, которая течет беспрестанно. Для этой группы время, когда мы сидим вместе, таково. С двенадцати до трех часов ночи и с шести до девяти утра. Я знаю, что это время кажется весьма неудобным. Но попробуйте в течение недели сидеть в это время в тишине, и вы увидите, что происходит. По всему миру люди сидят в эти часы в безмолвии, и мы все настраиваемся друг на друга. Еще раз. Если вы серьезно относитесь к этому пути, если вы хотите добиться прогресса, то не хватайтесь за каждую вновь вышедшую книгу, а делайте работу, про которую мы говорим. Начните действовать. То тут, то там появляются книги, написанные новыми учителями. И очень многие из вас увлекаются этими книгами. И вы всегда читаете, читаете, читаете. А теперь те из вас, кто читает запоем эти книги, взгляните на свою жизнь. Каких успехов вы на самом деле добились за долгие годы чтения? Вам нужно начинать действовать, а не читать. Сидите в указанные часы в тишине и смотрите, что будет происходить. Третье правило. Это практика самоисследования, которую вы можете выполнять каждую минуту, каждый час, каждый день. Нет такого времени, когда вы не могли бы практиковать самоисследование. Начнем с того, что это величайшая психотерапия, которая когда-либо была изобретена. Самоисследование делает вас спокойными, умиротворенными и расслабленными. Оно снимает тяжкое бремя, которое вы несете на своих плечах. Кроме того, оно очень простое, ибо как только в вашем уме возникает беспокойство, вы просто спрашиваете себя, «Кому это пришло?» Кто чувствует это? Если вы верны себе, то скажете «Я, я чувствую это». Когда вы говорите «Я», остановитесь на мгновение и подумайте о том, что вы говорите. «Я», что такое это «Я», откуда оно взялось? Критически посмотрите на себя и осознайте, что весь день напролет вы говорили «Я». Я счастлив, я грустен, я болен, я хорошо себя чувствую, я богат, я беден, я чувствую то, я чувствую это, я чувствую себя подавленным, я чувствую себя счастливым. Вы всегда думаете о себе, вы всегда сосредоточены на себе, как на «Я». Кто это «Я», что это за «Я», откуда оно взялось? И вы вопрошаете «Кто я?» Вы все время держите «Я» в своем уме, думаете о «Я». Это «Я» есть ваше эго. Это местоимение первого лица, о котором вы начинаете думать каждое утро, как только просыпаетесь. Когда вы говорите «Я проснулся», кто проснулся? «Я». Кто «Я»? Вы никогда не отвечаете на этот вопрос. На этот вопрос не существует ответа. Существует только вопрос «Кто я?» Нет никакого ответа. Только тишина и покой. Затем к вам приходят другие мысли. Не имеет никакого значения, хорошие это мысли или плохие. Обратите внимание, что в этой практике вы не пытаетесь заменить хорошие мысли на плохие или плохие мысли на хорошие. Вы вообще не пытаетесь изменить какие-то мысли. Вы пытаетесь найти источник «Я». Поэтому, чтобы не приходило к вам, вопрошайте «Кому это приходит?». Какие бы мысли ни приходили к вам, всегда вопрошайте одно и то же «Кому это приходит?». Не думайте ни на мгновение, что если к вам приходят прекрасные мысли, то вы можете прекратить самоисследование. Потому что это в любом случае мысли, и они все равно изменятся, иначе и быть не может. Ибо все мысли подчиняются закону изменения. Хорошее сменяется плохим, радость сменяется грустью. Поэтому не слишком тщательно изучайте свои мысли, ибо то, о чем вы думаете, не имеет вообще никакого значения. Все это одно и то же. Все мысли одинаковы. Все они принадлежат «Я». Я-мысль охватывает все, о чем вы только можете подумать. Представьте себе нить, на конце которой привязана «Я». Все мысли, которые у вас когда-либо были, все жизни, которыми вы когда-либо жили, прикреплены к «Я-мысли», к этой нити. По мере того, как вы вытаскиваете эту нить из вашего подсознания, вы вытаскиваете и все остальное. Для вас это прекрасное открытие, ибо оно означает, что если вы избавитесь от «Я-мысли», вместе со всем, что с ней связано, то все остальное уйдет вместе с ней. Все мысли, которые у вас когда-либо были, ваше эго, все это прикреплено к «Я-мысли». Поэтому вы не должны работать над избавлением от мыслей. Вы просто должны следовать за «Я-мыслью» обратно к ее источнику. И еще раз, все кармы, все самскары, все самсары, которые у вас были, все то, во что вы были когда-либо вовлечены, все это исчезнет, когда уйдет «Я-мысль». И так вы можете делать это где угодно. В то время, когда вы едете в автобусе, ведете автомобиль, готовите завтрак, наблюдайте, осознавайте, смотрите, что делает ваш ум. Даже когда вы сидите в указанное время с 12 до 3 ночи и с 6 до 9 утра, вы можете практиковать самоисследование. Помните, самоисследование – это не медитация. Для медитации требуется субъект и объект. Вы – это субъект, и вы медитируете на объекте. Сама по себе медитация может дать очень хорошие результаты. Но самое лучшее средство для того, чтобы выйти за пределы субъекта и объекта – это самоисследование. Ибо подобно телу, уму, миру, вселенной и даже Богу, субъект и объект, как и все эти мысли, привязаны к «Я-мысли». Все они – это часть «Я». Если бы не было «Я», разве могли бы вы сказать «Я верю в Бога». Нет никакого «Я», которое могло бы верить в Бога. «Я» исчезла. Вы превзошли «Я», так кто же верит в Бога? Это означает, что вы стали Богом. Только когда вы осознаете «Я», только тогда вы думаете, будто вы отделены от Бога. Некоторым людям, особенно новичкам, никогда прежде не слышавшим об этих вещах, они могут оказаться очень эгоистичными. Поэтому будьте очень осторожны. Например, на днях кто-то спросил меня, «Роберт, правда ли, что нет ни Бога, ни Вселенной, ни мира, ни освобождения, ни невежества, ни тела, вообще ничего нет?» Я ответил, «Нет, нет, это неправда. Есть Бог, есть мир, есть ум, есть тело. Если бы всего этого не было, вы бы не задали этот вопрос». Именно это я имею в виду, когда говорю «Не надувайте сами себя, не обманывайте себя». И так до тех пор, пока вы чувствуете, что вы это тело. До тех пор, пока некоторые из вас чувствуют, что целый день вас беспокоит каждая мелочь. Сколько раз за сегодня вы расстраивались? Сколько раз вы положительно или отрицательно отреагировали на жизнь? Все это показывает вам, где вы находитесь. Поэтому вы не можете просто так говорить «Нет Бога, нет тела». Вы лжете себе. Окончательная истина действительно заключается в том, что нет ни Бога, ни тела. Но испытали ли вы переживания окончательной истины? До тех пор, пока у вас не было такого переживания, вам следует быть скромными, иметь смирение. Любите Бога, как самого себя. Молитесь Богу, как самому себе. Поклоняйтесь Богу, как самому себе. Преклоняйтесь перед Богом, как перед самим собой. И в один прекрасный день все изображения исчезнут, и вы увидите, что вы есть само истинное Я. Таким образом, вы должны начать с того места, где вы находитесь. Самоисследование может выполнять любой человек. Вы просто спрашиваете, кто думает об этих вещах, кому приходят эти мысли, кому приходят эти чувства, кому приходят эти эмоции, кому приходят эти страхи, кому приходят эти сомнения, кому приходят эти подозрения, кому приходит эта ненависть, кто чувствует эти вещи. Будьте честны самими собой и говорите «Я, я чувствую все эти вещи». Но по мере того, как вы будете продолжать практиковать эти вещи, вы начнете отделять себя от «я». Вы будете замечать, что, когда вы говорите «я», то уже говорите не о себе, а в качестве тела. Если вы пришли к этой точке, то вы добились прогресса в духовной жизни. Если вы можете сказать, кому приходят эти вещи, кому приходит этот страх, этот страх приходит ко мне. И все же на вашем лице играет улыбка, потому что вы понимаете, что «я» — это не вы. Поэтому вы продолжаете вопрошать «тогда кто я?» и вы снова пребываете в покое. Это очень просто. Сделать это очень простым. Но те из вас, кто читает по 4-5 книг одновременно, те из вас, кто всю неделю без перерыва каждый вечер идет к другому учителю, те из вас, кто идет двадцатью тысячами путей, те люди сойдут с ума. Вы не будете знать, чему следовать, и очень скоро вы бросите все и скажете «а, это не работает». Но еще раз, вы должны быть честными сами с собой. Вы должны спросить себя «чего я на самом деле хочу от жизни?» «Чего я на самом деле пытаюсь достичь?» «Действительно ли я хочу стать свободным?» Или на самом деле я ищу известности и славы? «Чего я действительно ищу?» «Разве я делаю эту практику, потому что хочу иметь миллионы долларов? Обладать крепким здоровьем? Иметь признание?» ничто из этого не является правильной причиной для выполнения духовной работы. Вообще-то эти вещи могут прийти к вам, но они не имеют абсолютно ничего общего с духовной жизнью. Духовная жизнь нужна для освобождения и свободы. Вот и все, для чего она нужна. Почему вы хотите освобождения? Почему вы хотите стать свободными? Дело в том, что некоторые из вас понимают, что свобода и освобождение означают, что вам никогда не придется рождаться вновь. Для вас больше не будет никакого рождения. А если нет рождения, то не будет и смерти. Вы будете жить вечно. Вы стали абсолютным чистым осознаванием. Ваша сущность во всей Вселенной. Вы всепроникающий. Ваша сущность в горах, в деревьях, во Вселенной. Вы есть то. И вы наполнены блаженством, абсолютным блаженством, которое никак нельзя объяснить, которое никак нельзя постичь. Это полностью за пределами человеческой мысли. Вот причина, по которой вы хотите стать освобожденными. Вот причина, по которой вы хотите стать свободными. Еще раз. Вы должны быть полностью честны с самими собой. Вы должны видеть, что вы делаете с вашей жизнью прямо сейчас. В каком направлении вы действительно движетесь. К чему вы на самом деле стремитесь. Что вы действительно хотите сделать. Все эту неделю мне звонят люди и говорят, что они едут на Гавайи, что они едут в Индию, что они собираются на Луну. Они ездят повсюду, желая повидать всех гуру и всех с вами. Зачем? Разве теперь вы уже не понимаете, что все находится внутри вас? Что все учения находятся внутри вас? Вы – учители учения. Есть только одно. И вы есть то. Пробудитесь к вашему истинному Я. «Хватит играть в игры». Некоторые из вас пришли сюда сегодня вечером, чтобы посмотреть, что представляет из себя Роберт. Чтобы услышать что-то глубокое, что-то просветляющее. И я всегда специально разочаровываю вас. Ибо нет ничего глубокого, нет ничего просветляющего, что можно было бы сказать. Я здесь не для того, чтобы попытаться сделать так, чтобы вы почувствовали себя лучше, чтобы придя домой, вы могли сказать «Ах, это была прекрасная лекция, я чувствую себя замечательно». Чтобы послушать такую лекцию, вы можете сходить в любую церковь. Я не пытаюсь что-то сделать. Я просто сижу здесь, разговариваю со своим истинным Я. Вы есть это истинное Я. Это интересно говорить с вашим истинным Я. Я могу сказать «все хорошо», «все разворачивается как надо». Я могу сказать «я есть» – это абсолютная реальность. Я есть – это чистое осознавание. Я есть то. Но я говорю не о себе, Роберте. Я говорю «я есть», который является проявлением всей Вселенной. Таким образом, вы видите, что я всегда возвращаю инициативу вам. Это ваша игра. Это ваша жизнь. Вы устали играть в игры? Вам надоело читать книги, ходить в гуру, носиться по всему свету в то же самое время, как все всегда было внутри вас? Итак, еще раз. Три правила, о которых вы должны помнить. Будьте на сатсанге так часто, как только можете. Когда я использую слово «сатсанг», я говорю о духовной истине, которая находится внутри вас. Поэтому сатсанг может быть в вашем офисе, у вас дома, в лесу, на горной вершине. Все это сатсанг. Всегда будьте на сатсанге. Правило номер два. Сидите в тишине вместе со мной в установленное время. С двенадцати до трех ночи и с шести до девяти утра. Правило номер три. Самостоятельно практикуйте атмовичару, самоисследование. Делается это путем вопрошения. Кому приходят эти вещи? Чьи эти мысли? Кому они пришли? Я чувствую их. Это мои мысли. Они приходят ко мне. Кто я? Что является источником я? Если вы будете практиковать те вещи, про которые я рассказал, то у вас обязательно должен быть духовный прогресс. Тут вообще нет никаких сомнений. У вас обязательно будет духовный прогресс. Это означает, что вы должны бросить все то, что держало вас все эти коды. Вы должны бросить это. Выполнять эти три правила и отпустить все остальное. Конечно, в окончательной реальности нет абсолютно ничего, что нужно было бы делать, потому что нет никого, чтобы делать это. Но, как я говорю, вы должны быть честными сами собой, и вы должны спросить себя, разве я живу в окончательной реальности? Если бы я жил в окончательной реальности, я бы не осознавал ни своего тела, ни своего ума, ни мира. Я был бы в мире, но я был бы не от мира сего. Ваши чувства невозможно было бы задеть. Вы бы больше не чувствовали ни гнева, ни расстройства. После этого вы могли бы пребывать в окончательной реальности, и вам ничего не нужно было бы делать. Потому, опять же, не осталось бы никого, чтобы что-то делать. Вы бы превзошли ее мысль, тело и ум. Все это бы исчезло, и вы были бы совершенно свободны. Но до тех пор, пока вы еще чувствуете себя как тело и реагируете на него, вы должны следовать тем трем правилам, которые я изложил вам, и стать совершенно свободными. Покой. Не стесняйтесь, задавайте любые вопросы. Роберт, я всю неделю пытался вспомнить, как вы говорили о том, что нужно представить себя безграничным. Это сознание? Это безграничное чистое осознавание. Безграничное чистое осознавание? Или сознание? Это то же самое. Сознание, чистое осознавание, я есть, абсолютная реальность. Все это одно и то же. Это чистое состояние, на которое мир и вселенная не оказывают никакого влияния. Это субстрат всего сущего. Называйте это, как вам удобно. Не имеет никакого значения, какое вы дадите ему имя. Это то, что вы чувствуете. Слова на самом деле не так важны. Те, кто чувствует окончательную реальность, никак ее не называют. Поэтому, когда мы говорим об этом, я должен как-то называть это, я называю это окончательной реальностью. На самом деле, никто не может знать, что это такое, не испытав переживания этого. Когда вы испытываете такое переживание, то это безмолвие. Тут нечего сказать. ПОДПИСЬ! 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 Продолжение следует...